Добрый день! Сегодня мы приступаем с вами к исследованию такого популярного феномена, как токсичные отношения. И с вами психолог Кристина Гуржиева. Понятие токсичные отношения стало мега популярным. И многие из вас, наверное, уже знакомы с делением пары в токсичных отношениях на жертву и тирана, или абьюзера, агрессора, преследователя, его называют по-разному. Многие знакомы уже с треугольником Карпмана, я уверена, где есть жертва, тиран, спасатель. И, как обычно, когда любое понятие приобретает такую большую популярность, его значение начинает размываться. То же самое происходит и с понятием токсичные отношения. Оно сейчас такое, знаете, более искаженное уже. То есть приходят клиенты и рассказывают, что у них такие токсичные отношения. Партнер там просто мешает им жить, обрезает крылья. Начинаем анализировать и понимаем, что токсичностью здесь вообще не пахнет. То есть понятие искаженное было у человека, что же такое токсичные отношения. А потому прежде чем мы будем думать, как из этих отношений выйти, как убрать позицию жертвы и так далее, куда нам бежать, давайте сначала выясним, что же представляют собой токсичные отношения. Итак, токсичные отношения – это такой тип отношений, когда один партнер наносит другому вред – физический, психологический или эмоциональный ущерб. И смотрите, слово «токсичный» говорит само за себя, да, то есть как ядовитое вещество какое-то, которое отравляет организм, да, вредит здоровью, так и токсичные отношения. То есть они вредят вашему самочувствию, самоощущению, да, не дают вам нормально развиваться, профессионально, творчески, идти вперед, да. То есть они вам вредят, мешают таким образом. Здоровые отношения отличаются взаимным уважением, заботой, состраданием, когда у человека есть интерес, заинтересованность, точнее, в вашем карьерном росте, профессиональном, в вашем творческом развитии, чтобы вы раскрывали себя, чтобы вам было максимально хорошо, да. То есть такой человек, адекватный партнер, он будет стараться создавать для вас наилучшие условия, чтобы, ну, вы не просто на хлебе и воде выживали как-то, да, но и вам было комфортно развиваться, идти вперед. Токсичные отношения бывают в разной степени. И когда я буду перечислять такие признаки токсичности, вы наверняка найдете какие-то у себя, какие-то и партнера. И некоторые говорят, как, все, мы все токсичны, наши отношения токсичны. Но это не так. Смотрите, токсичные отношения, они отличаются именно постоянством вреда. То есть с таким партнером вы всегда или большую часть времени будете чувствовать себя плохо. Понимаете, тогда как, ну, просто человек с какими-то такими чертами, ну, где-то у него это выстарит, но это не отличается постоянством. Существует, в общем, множество признаков, по которым можно сказать, что человек токсичен, да, отношения токсичны. Ну, чтобы вот в дальнейших уроках вы не воспринимали все слишком буквально, я специально первыми поставила те, где я уберу вот эту всю шелуху, чтобы у вас не было искажения понятия токсичные отношения. Я вначале расскажу примеры, где явно проявляется такая не токсичность, а просто дисгармония, чтобы вы могли различать. Первый пример. Токсичными не являются отношения, где партнеры попросту несовместимы. Ну, к примеру, влюбленность, страсть прошла, и вдруг вы поняли, что у вас с партнером разные взгляды на жизнь, на семью, разные стратегии жизни. Вы за постоянное развитие, там, карьерный личностный рост, да, вам нужен просто активный образ жизни, там, постоянные поездки какие-то, там, чуть ли не скалолазание. А ваш партнер, он такой спокойный человек, допустим, ему вообще работа с 9 до 6 нормально, и, как бы, отдых у него перед телевизором – это вот прямо его такой отдых. И если вот вам некомфортно, что вы, ну, так, большую часть времени проводите вместе, не вместе, то есть, да, он там, вы здесь, вам так некомфортно обоим, да, это как раз про несовместимость. То есть вместе вам будет, вы будете, если подстраиваться друг под друга, да, вам будет скучно с ним сидеть перед телевизором, а ему, например, напряжно лазить по скалам. Ну, зачем оно ему нужно? Поэтому это не токсичные отношения, это просто несовместимость. Токсичными они будут тогда, когда один партнер будет подстраивать под себя другого. Второй момент. Не надо путать с токсичными отношениями, когда ваш партнер не дал вам то, что вы сами себе так и не смогли дать. Пример. Моя хорошая знакомая рассказывает мне, что, говорит, по-моему, у меня какие-то токсичные отношения, ты знаешь, я почитала там информацию где-то в интернете, какой-то вебинар послушала, и вот что-то как-то у меня как раз вот, под эти признаки все подходит. Говорит, как-то я, ну, я не чувствую, что я с этим партнером проживаю свою жизнь, я какую-то себя мертвой чувствую, вот мне все не нравится, у меня какое-то плохое вот само ощущение. Я говорю, окей, что для тебя вообще быть живой, проживать свою жизнь? Она так воодушевилась, рассказывает, говорит, для меня это быть в ресурсе, быть уверенной в себе, заниматься своим делом, да, вот быть такой увлеченной. Я говорю, а теперь расскажи, до мужа у тебя все это было? Она так задумалась, потом говорит, нет, вообще, говорит, этого не было. То есть она уже лет 10, да, там с мужем они года 3 вместе живут, а так она лет 10, она находилась в постоянном поиске себя, и поскольку, ну, она была не в паре, да, то есть ей, ну, она вынуждена была работать, чтобы себя содержать, да, вот, и она меняла постоянно места работы, места жительства, потому что там она себя не нашла, здесь не нашла. А когда она вышла замуж, то есть муж хорошо зарабатывал, он таким был кормильцем, и она могла позволить себе не работать, и ей просто стало скучно, вот, здесь не про токсичность, понимаете, а про то, что она себя не нашла. Вот если бы он ей перекрывал кислород и говорил, какое саморазвитие, там, какая психология тебе вообще, эзотерика, чем ты там собралась заниматься, какая работа, ты вообще-то должна сидеть дома, ты женщина, вот это про токсичность, или куда ты такую юбку надела, ты вообще свои ноги видела, вот это про токсичность, понимаете, а здесь нет, он просто был увлечен своим делом. Безусловно, у нее была такая, знаете, обида на партнера за то, что он не помог ей найти себя, свой интерес устойчивый в жизни. Вот, это, ну, такая была скрытая обида, мы потом ее уже выявили, и здесь больше, знаете, про какие-то детские обиды, то есть где-то обиды на родителей засели у нее, вот. И потому что, смотрите, все это ваша ответственность, найти себя, самореализация, партнер не обязан в этом помогать. Бывает такое, что партнер выводит вас на свое дело, да, но это далеко не всегда, это бывает конкретно ваша задача, вот ваша жизнь, да, и партнер вообще не обязан быть вам родителем, да, наоборот, он даже не должен этого делать, каким-то профориентологом, там, чутким педагогом, нет, из той серии, когда, знаете, мама приходит и говорит, так, нам поступать, давай посмотрим, что ты умеешь делать, да, там, в 10-11 классе, что ты знаешь, давай посмотрим твои оценки в четверти, какие экзамены ты сможешь сдать и так далее и тому подобное. Это вообще такой еще, знаете, очень нездоровый вид отношений детско-родительских у партнеров, мы их будем разбирать в следующих уроках, вот, поэтому он здесь ни в коем случае им становиться не должен, то есть это просто были ваши неоправданные ожидания, вы думали, что вы там выйдете замуж, да, и станете супер-мега счастливой, да, там, хэппи-энд, как в сказке, вот, наконец-то, счастье пришло, или у мужчин, да, вот, я женюсь, там, семья меня будет мотивировать, такое я тоже слышала, а так пока у меня нет какого-то стимула, вот. И здесь, знаете, сразу вспоминается такой анекдот, когда мужчина просыпается на больничной койке, да, весь такой перебинтованный после аварии, смотрит на свои перебинтованные руки и говорит, доктор, скажите, а я теперь на пианино смогу-то играть вообще? Она говорит, да, почему бы нет? Он так смотрит удивленно, говорит, надо же, а раньше не играл. Вот то же самое здесь про ваши неоправданные ожидания. И еще один пример. Ситуация из личной терапии. Да, кстати, все ситуации своих клиентов, я рассказываю только с их согласия, обычно все согласны, потому что имен никаких других опознавательных признаков я не говорю, только саму ситуацию для наглядного такого примера. И вот девушка рассказывает, значит, как у нее такие токсичные прямоотношения, партнер ее обижает, и как-то ей тяжело в них развиваться. Вот что характерно. Начинаем разбирать конкретные ситуации. Она купила платье, показала ему, говорит, смотри, как тебе это платье. Он говорит, мне не нравится, оно тебе как-то обтянуло живот, мне не нравится, как оно на тебе сидит там, и все. Ну вот такое, что-то коротко бросил. И она говорит, ну смотрите, он просто подорвал мою самооценку. Я теперь, говорит, у меня в принципе, я понимаю адекватно, что у меня нормальная фигура, да, но я не могу надеть ничего обтягивающего, теперь ни кофту, ни там какой-то комбинезон, он мне платит денег, и говорит, у меня все теперь как балахон, говорит. Он явно подрывает мою самооценку. Следующий момент. Она рассказывает, как, значит, он ей может позвонить там 3-5 раз на день, да, вот они там ехали в новую квартиру, и он ей постоянно звонит, где мои носки, где мои брюки, да, то есть постоянно спрашивает, что-то высказывает свое недовольство. И она говорит, я не могу после третьего раза, вот я уже начинаю заводиться, я уже какая-то нервная становлюсь. Он говорит, могу сорваться на истерику, я потом не могу нормально работать, переключиться, все. Ну, вы, наверное, поняли, да, что здесь больше про ее собственную психическую неустойчивость. Во-первых, она не может сохранять позитивный настрой долго, не может справляться со своими внутренними переживаниями, негативными эмоциями, а это личная задача каждого человека. То есть, смотрите, вы ответственны за свои негативные эмоции, сами, не вас разозлили, а вы разозлились, не вас обидели, а вы обиделись. И то есть, если ваша, токсичность ваших отношений сводится только к этому, я очень рекомендую купить курс тоже на Puzzle Brain, он есть, арт-терапия в работе с негативными эмоциями. Там прям отдельные, вот отдельные уроки на каждую негативную эмоцию, чтобы вы их научились прорабатывать. Потом у вас там есть универсальный алгоритм для всех негативных эмоций, то есть, чтобы вы научились даже без кисточек красок, просто сами раскладывать все по полочкам, и вас это отпускало. Потому что здесь партнер не обязан ходить над вами с опахалом, скажем так, чтобы вам вдруг не стало плохо, вы где-то не обиделись, не разозлились. Нет, мы должны это научиться делать сами. Другой момент, что у нее нестабильная самооценка. То есть, партнер ей, в принципе, он ее не оскорбил, он ей не сказал, что у тебя кривые ноги, у тебя там живот, да, кошмар вообще, как ты вообще разъелась, да. Он такого не сказал, он сказал конкретно про платье. Она уже перенесла на себя, да, то есть искаженное такое понимание. И самооценка нестабильна, она зависит от того, как одобрят ее выбор другие люди, понимаете. Другой сказал, что мне в этом классно, да, мне классно. Ну, может быть, ему просто не нравится этот фасон, может быть, действительно платье на ней красиво смотрелось. Вот, но это нестабильная самооценка. То есть, с ней мы тоже работаем. Соответственно, здесь токсичности у нас нет. Следующий момент, где у нас еще нет токсичности? Нет токсичности, когда наши отношения и наш партнер не соответствуют нашей идеальной картинке. Как должно быть? Опять же, пример из терапии. Итак, девушка рассказывает, что у нее такие токсичные отношения, партнер прям ее обижает, ну, такой абьюзер, да, специально вгоняет в эти страдания и наслаждается тем, как ей плохо. Что на самом деле было? То есть, она любит ему звонить много раз в день и спрашивать, где он вообще, с кем, что он сейчас делает, да, когда он приедет. Он работает, работает много. И, ну, каждые два часа прямо отвечать на ее звонки, но он не может. Где-то он пропустит, где-то ей не перезвонит. Когда приезжает домой, у нее там накопились уже такие выговоры, да, она ему все это предъявляет, ну, где-то, может быть, даже в нежной форме, но все равно, понимаете, здесь какой момент? То есть, вот он ей может сказать что-то жестко, да, так, как бы сказать, как отрезать, да, холодно. Вот, и она может плакать, ну, опять же, плакать такая манипуляция слезами, как мы с ней выявили, да, то есть, чтобы он все-таки смягчился, отчитался перед ней, да, то есть, это такой скрытый контроль на самом деле. Вот, и, то есть, ему это не нравится. Почему он так себя ведет? Почему он жестко оборвал и ушел, да, может там закрыться в отдельной комнате, пока она рыдает? Потому что, смотрите, в принципе, у мужчины, им свойственно так более яростно защищать свои границы. То есть, они могут даже на очень любимого человека так инстинктивно рыкнуть. Ну, а у нее как раз мужчина вот такого характера. И на ее манипуляции слезами он просто понимает, что это манипуляции. Понимаете, конечно, он не поддается. Вот, и здесь больше это не про токсичность отношений, нет. То есть, в принципе, когда она так себя не ведет, ведь все нормально, да, все хорошо у них, то здесь больше про ее какие-то детские травмы, про ее страхи, страх одиночества, страх непринятия, страх того, что меня бросят почему-то, да, то есть, какая-то детская травматика была. Здесь нам нужно с этим поработать. Вот, и так мы разобрали сами вот эти 4 случая такие яркие, что не является токсичностью. Пока просто хочется сбросить такую шелуху, чтобы вы не путали некоторые моменты. Вот, и на следующих двух уроках я разберу отдельные такие более сложные ситуации, когда, знаете, даже не каждый психотерапевт вам скажет, что токсичны это отношения или нет, без разбора прям вашей жизненной ситуации, скажем так, какого-то отрезка времени. Вот, поэтому жду вас в следующих уроках, желаю вам удачи, всесторонне анализировать ваши отношения, прежде чем ставить им диагноз. С вами была психолог Кристина Гуржиева.